Вот так выглядела дорога по улице Шабалина еще летом этого года. Ямы на ней изъяли с давних времен. Здесь теряли подвески, но продолжали ездить, потому что это прямая дорога между отдаленными районами Севастополя. По ней водители объезжали вечную пробку на студгородке. Улица Шабалина теперь не узнать. Здесь появилось не только новое асфальтовое покрытие, пешеходные зоны, но и уличное освещение. Да, строительные работы еще продолжаются, но движение транспорта уже открыто. Главное – никаких пробок. Лишь небольшие тягучки на участках, где рабочие укладывают бордюрную плитку. К слову, уже вполне можно наслаждаться ездой по хорошему покрытию. Жители улицы Шабалина не один месяц наблюдали за тем, как идет строительство этой дороги. Я буквально поражен. Такая добросовестность, слаженная работа коллектива меня просто поразила. Я пытался найти подвохи. То есть, какой слой асфальта укладывают, какую стелят подушку, какие наполнения делают. Вы знаете, все по ГОСТу. Я открыл интернет, посмотрел, какие наполнители должны лежать. Здесь крупный щебень, потом средний, потом отсел. Значит, все выполнено именно по ГОСТу. Никто не сочковал. Разметки еще нет, но зато появились дорожные знаки и довольно просторные пешеходные зоны. С огромной любовью сделали пешеходные тротуары. Вы посмотрите. Я их сравниваю с кремлевскими проходами. Как смеются рабочие, говорят, мы сделаем даже лучше. Значит, очень приятно. Эта дорога, как бы прорыв в Севастополе. Потому что я смотрел, как делают ремонты на других участках. Ну, честно сказать, печально. Больше всего жителей молочной балки поразило новое освещение. Современные опоры с красивыми светильниками. Здесь столько света, что водителям в темное время суток придется ездить в солнцезащитных очках, шутит Дмитрий Олеференко. К расчету, видно, производился по евростандарту. Потому что здесь достаточно было для дороги этого класса две лампы по 150 ватт натриевых. А здесь установлены две по 250. И освещение настолько профессионально сделано. И кабель СИП, и все зажимы, подсоединения. Я искренне передаю огромную благодарность от всех жителей. Севастопольцы увидели слаженную работу местных подрядчиков – Севгостроя и Севгорсвета. Капитальный ремонт дороги здесь начался 20 сентября. Срок работ, прописанный в контракте – 1 декабря. Но строительные работы, как и обещали, закончили до 1 ноября. Однако недостатки бдительные жители улицы Шабалина все же нашли. Остановочный комплекс есть, а кармана для заезда автобуса нет. Да и ливневка, по их мнению, не справится с потоком воды. Если не поставить лоток, то после обильных дождей асфальт просто поплывет. Но местные жители уверены, что подрядчики завершат ремонт качественно, ведь они ценят свой труд.